Так, продолжили политзанятия. Обычно, когда россияне рассматривают людей, которые уезжают за границу, особенно в Америку, в упрощенном виде, как неких предателей Родины, и потом даже в шутку уже так называют. Но на самом деле, как ни странно, возникают многие причины, по которым люди вынуждены ехать. Например, в Америке очень большая проблема – это воспитание детей. Родители, которые тут устроились, они работают. Значит, нужно, чтобы кто-то сидел с внуками. Если нанимать чужих людей, то сами понимаете, чужие люди не будут так хорошо относиться, как родные бабушки и дедушки. И поэтому огромное количество людей старшего возраста покидает свою Родину для того, чтобы воспитывать внуков. И когда мы приезжаем сюда, то, собственно говоря, оказывается, что мы от Родины матери не уехали. Даже весь такой термин расхожий здесь, среди русских и американцев. Так ты, приятель мой дорогой, так в Америку и не приехал. И все они живут. Вот, например, моя теща, она прожила всю жизнь в Советском Союзе, строила коммунизм, была геологом, искала эту нефть, на которую сейчас Россия получает огромные деньги. А сама она осталась с такой небольшой пенсией. Ну и в конце концов приехала сюда, в Америку. Ей тут дали помощь, соответствующая высококлассное медицинское обеспечение. И она тут жила, в общем, без всяких забот. Но Америку, конечно, не любила. У нее висел портрет президента России. В Новый год приходилось для нее, когда мы смотрели, как опускается шар, искать на сайтах поздравления президента России для россиян. И после этого она выпивала рюмку и чувствовала себя хорошо. И тут даже поэтому имеет смысл, например, российскому президенту делать специальное поздравление для русских американцев. Правда, из них, когда они начнут слушать перед Новым годом, часть может подавиться. Некоторым станет плохо. Но определенная часть, конечно, получит какое-то удовлетворение. И даже на работе, когда мы работали, то я работал в одной компании, так там главный менеджер был бывший коммунист. То он всегда, когда возникали проблемы, говорил, да нет таких крепостей, которые бы не взяли большевики, чтобы внутренне себя возбуждал этим делом. И мне то же самое бывало часто. Иногда, когда я иду по мокрой селой улице, идет мокрый снег, то почему-то так представляется, что я иду по питерским улицам, где также падает мокрый снег. Или, например, когда еду в автобусе, и в автобусе засыпая, я думаю о том, что как же я еду в этом автобусе, и холодно, а выйду на улицу, там еще холоднее. Почему я так легко оделся? И когда уже от древши от основы выхожу на улицу, естественно, попадаю в жару, поскольку в автобусах здесь, в Америке, очень сильно морозит, и люди, кондиционеры, и люди приходят, входят в автобусы и надевают сразу куртки, чтобы не простудиться. Кроме того, здесь выпускается большое количество газет российских. Вот, например, мы то же самое читаем «Консомольскую правду», «Аргументы и факты». Ну, они выпускаются специально для американских читателей, русскоязычных. И так, что мы находимся в курсе всем делом. Кроме того, как пример могу показать, как здесь, в России, вот мы смотрим телевидение. В телевидении мы тоже видим эти же программы, которые идут у нас все. И только, к сожалению, хочу констатировать, что программы, которые показывают, пусть говорят, например, у нее номер 1600, не помню, по-моему, 10-й. Но это не столь важно. Поскольку здесь получается так, что имеется тысячу с лишним, тысячу 600, а то и больше, каналов телевидения, где можно смотреть разные передачи на всех языках всего мира. И когда мы начинаем тут вживаться в Америку, то мы сталкиваемся с определенными негативными моментами. И получается так, что русские в Америке, они, в общем-то, косвенно связаны и с русскими, которые проживают на территории России. И как бы начинается общее чувство ответственности. Например, если вы пригласили американцев в гости, накрыли щедрый стол, вытащили бутылку столичной с огромной ручкой, примерно так на 2 литра, и хорошо повеселились, поели, потом гости у вас тут остались ночевать, если у вас есть возможность. А утром встали, вы, например, показываете, как надо опохмеляться по утрам, чтобы чувствовать себя хорошо. И когда вы вытаскиваете остатки водки примерно на 1 треть из холодильника, то оказывается, что водка замерзла. И вот как вы будете после этого себя чувствовать, что русская водка замерзла в американском холодильнике. И поэтому возникают такие же моменты, что необходимо россиянам уделить особое внимание, конечно, качеству. Следующий момент, это, с которым я тоже столкнулся, это, как ни странно, мы были на круизе по Балтике и с заходом в Петербург на 2 дня. Естественно, в первый день пришли, погуляли в Петербурге, отдохнули, встретились с друзьями, а вечером пришли на корабль, поужинали в ресторане корабельном, и включил я кабельное телевидение. И что бы вы представляете, я вижу, по кабельному телевидению показывают художественный фильм и не знаю, от чего производство, история расстрела польских офицеров в Катыни. Показано, как чекисты в кожаных кортках со звездочками на фуражках стреляют в затылок несчастных польских офицеров и сбрасывают их в ров. При этом меня удивило то, что на этом же круизном лайнере в составе корабля были представители с русскими фамилиями. И вот возникает странное явление, проявляют ли россияне бдительность по повышению своего имиджа, даже находясь в территориальных водах своей собственной страны. Следующий момент, касающийся правдивости и восприятия истории, когда говорят. И вот тут был недавно скандал, связанный с польским чиновником, который там высказал Байдову какую-то идею. Русские начали оправдываться, хотя у них полным-полно аргументов, связанных с тем, что они могли сразу же, чекисты на Лубянке могли бы выскочить, вытащить со склада этой советской истории памятник Железного Феликса и втащить его на площадь на Лубянке, поставить около камня и написать надпись великому сыну польского народа от благодарных чекистов, от благодарных сотрудников ЧК-КГБ. А по ночам бы российские демократы подползали бы к этому памятнику и красили бы руки Железного Феликса по локоть красной краской. А утром бы чекисты отмывали бы. Так это была бы тогда динамическая картина представлений, поскольку мне тут в России, как этническому русскому, приходится часто оправдываться за каких-то преступлениях русских, которые совершали. Хотя я говорю, что русские выехали, вышли через Крым вместе с армией генерала Врангеля в 1924 году. Оставшиеся несколько там десятков тысяч офицеров и солдат были расстреляны. А и после этого, говорю, управление страной перешло политкорректно, говорим, к интернациональному управлению, поскольку доминировала вот эта идея диктатуры пролетариата, битвы классов. И потом оказалось, что моментом таким, что мы сталкиваемся здесь со школьниками русскоязычными, и они задают порой очень странные вопросы, обучаясь в американских школах. Например, такие, что «А почему в русских фильмах, в американских фильмах показывают русских всегда какими-то бандитами?» Или, например, «Воевал ли Красная Армия с фашистами?» Или, например, «Что такое холодная война?» «Это война зимой?» Что-то, в общем, около этого. И самое странное было в том, что был поднят такой вопрос, когда я столкнулся, что в школах, в средних классах США изучается такая книга Джорджа Орелла «Скотный двор». Поэтому, когда мне рекомендовали ее посмотреть и поговорить со школьниками американскими, а я не читал никогда антисоетскую литературу, потому что я был преподаватель высшей школы, должен был, как говорится, блестить свой имидж, а за антисоетскую литературу, как вы знаете, всегда полагались уголовные наказания, не говоря уже о том, что могли запретить вообще заниматься преподавательской деятельностью. И поэтому я не то, что чурался, а я с ней не сталкивался, в общем-то, с этой литературой. И здесь, как говорится, на фоне взаимодействия с русскоязычными школьниками мне пришлось столкнуться. Я даже написал на эту тему брошюру такую, она называется «Россия на Animal Farm», где в этой брошюре я пытался как-то сгладить моменты, связанная с написанием этой очень увлекательной рукописи, в которой книги, которая уже считается классикой, где рассматривается, как животные выгнали с фермы людей. И поэтому, что оказалось, что животными являются коммунисты и трудовой советский народ. А людьми это были капиталисты, и в том числе и фашисты. И там было два таких основных момента, когда прототипом Октябрьской революции была битва у коровника, а прототипом Великой Отечественной Маны была битва за мельницу, в которой там, как говорят, при битве за мельницу погибло там, смертью храбрых пало две коровы там, что-то там помню, два быка. И, в общем, пришлось мне беседовать со школьниками на эти все темы, чтобы как-то отмыться, поскольку таким образом получается, что если школьники американские изучают эти истории, то они как бы неосознанно воспринимают и нас, русских, в Америке. И это, конечно, неприятно. Поэтому им пришлось проявить, как говорится, самому личную инициативу. Ну а в целом это говорит о том, что как при советской власти, так и сейчас власти действуют так же, как в старом советском анекдоте. А, нехай брешет. Хотя, правда, общеизвестно, что пишется куча статьи о том, что вкладываются большие деньги для повышения имиджа на территории России. Тем более, что русские выпустили книгу, называется «Русские в Америке». И эту книгу тоже можно рассматривать двояко. С одной стороны, вроде как показывающую, что вот, мол, какие русские деловые, что они тут создавали эту великолепную Америку. А с другой стороны, как что это, люди бежали оттуда и вынуждены были здесь развиваться. И когда эти советские талантливые сатирики показывают и смешат русский народ вот этими историями про тупых американцев, то нужно представлять, что несколько сотен тысяч квалифицированных российских, в скобках, советских инженеров работают в высокотехнологических компаниях Соединенных Штатов Америки и укрепляют ее технико-экономический потенциал. Что, конечно, не соответствует тому, о чем строят имидж о тупых американцах. Следующий момент касается довольно-таки правдивой истории. Был такой фильм, притча, называется она «Лимонадный джо», по-моему, чехословодского производства. Это пародия на американский образ жизни. И там было показано два предпринимателя. Один такой старичок, такой хитрый, экономный, денег не тратил. А второй показан такой гуляка парень. И в конце фильма оказывается этот молодой прогорел, как говорится, а старичок ему получает, что должен вести себя экономно, расчетливо. И, к сожалению, мы видим, как сейчас, когда Россия восприняла рынок как чисто материальный объект, не уделяется внимания подготовке специалистов должного. И отсюда мы видим, что в Америку въезжает много таких богатых, обеспеченных людей, которые тут гуляют напрополую. И после этого в русских газетах пишут много критических статей на эти темы. И тут же уместно вспомнить об истории Крыма, о том, как возникает видение, вот именно практическое взгляда на патриотизм. Если мы будем рассматривать патриотизм генерала Брангеля и патриотизм командарма Фрунзе, то мы видим здесь отличия. И как-то их нужно сейчас виртуально соединить. И, может быть, даже был бы такой рассматривался момент, как возвращение офицеров Белой Армии обратно на территорию России. Даже, может быть, даже ритуально сделать через Крым и установить памятник, поскольку весь берег Крыма залит кровью белых офицеров, наших соотечественников. И я, продолжая эту работу в этом направлении, решил, что нужно, конечно, взять такие моменты, что всех предпринимателей как бы считать учениками, потому что тогда, когда мы начинали, не было ни инструкции, как не придешь давать отчеты, то всегда давали какие-то новые инструкции, эти инспектора вытаскивали, говорили, а вот это вот сейчас только что вышло, вот это сейчас только что вышло. И не успевали даже это осознать, как уже один документ шел на другой. И таким образом нас как бы заваливали. И было ясно, что поддержки не у кого искать. И таким образом оказалось, что предприниматель, подвешенный в воздухе, должен был сам обучаться, поскольку коммунисты, которые вели раньше народ в светлое будущее, они уделяли этому большое внимание. Вот были университеты марксизма-ленинизма, устраивали политболи, политбои, политзанятия, а потом на все это махнули рукой и стали делить собственность. А совершенно забыв о том, что существует так называемый нематериальный аспект рынка, связанный, конечно, с образованием, с разработкой идеи. И поэтому, как мы видим, столько лет прошло, они родились не российские Цукельберги, не Эдисоны. Есть, конечно, нефтяные там, лесные, газовые короли, но они, к сожалению, тоже не дееспособны и не могут активно развернуться, поскольку эффективность оказалась слаба при каждом ударе американского бизнеса по территории России. Единственное, что тут может служить оправданием, что сказать, что американский империализм уже действует. Но, с другой стороны, это было хорошо объяснимо при советской власти, а сейчас-то бизнесы, значит, российские бизнесы не выдерживают конкурентный удар. Вот на чем надо заострить в нем. И поэтому мы, когда стали работать в этом направлении, то решили, что можно только надеяться на крепкого физического предпринимателя и как ученика заочной патриотической школы российских предпринимателей. И была разработана такая, как бы, клятва, что я, российский предприниматель, торжественно кляну, что буду предпринимать активные действия для укрепления экономической и политической мощи своей Родины, всемирно приумножать и береть частную, общественную и государственную собственность, поддерживать различные политические, общественные и благотворительные движения, направлены на укрепление стабильности политического и экономического положения в обществе. Представляет, что на рынке взаимодействуют физический и человеческий капитал. При этом роль человеческого капитала и его рыночная грамотность намного ценнее, чем физического, так как конкурентоспособная продукция может создаваться исключительно конкурентоспособной нацией. Неустанно работать над повышением качества своей продукции и услуг, и этого требовать от своих подчиненных компаньонов, конкурентов и потребителей. Активно внедрять и использовать передовую технику, компьютерные технологии, электронизировать и автоматизировать производство и быт, содействовать ускорению продаж различного оборудования, материалов, сырья и услуг, поддерживать молодежные движения и оказывать содействие учебным заведениям во втягивании молодежи в предпринимательство. Здесь в Америке очень часто многие предприниматели успешно действующие приходят в ВУЗы и читают бизнес-лекции для будущих американских инженеров. Это тоже нужно учитывать. Вести работы по созданию положительного образа предпринимателя, всячески поддерживать, развивать конкуренцию в области идеологической работы, обогащать свою память знанием всех богатств, которые выработало человечество, впитывать в свое сознание для создания победителя славное боевое историческое прошлое из героических подвигов советского и русского народа, изучать и перенимать богатый опыт героев капиталистического и социалистического труда, представлять, что для предпринимателя наступает Великая Отечественная война за экономическую независимость своей Родины. Буду продолжателем дела своих отцов, героических защитников Отечества, принявших на себя конкурентный удар высокого качества. Буду стремиться стать настоящим бойцом рыночной экономики, физически сильным, закаленным, ловким, бесстрашным и смелым, находчивым, предприимчивым, обладающим смекалкой, хваткой, активно действующим в любой критической ситуации, умело использующим возможные варианты создания новых рабочих мест, привлечения специалистов различных квалификаций для решения задач любой сложности, регулярно выплачивать все виды налогов, буду стремиться обладать особым складом ума и свойством делать деньги, буду полагать, что советский период это уникальное конкурентное историческое отличие по отношению к другим странам рыночной экономики, буду проводить профессические занятия в своих подразделениях со своими учеными, чтобы победить надо учиться уметь побеждать, рынок погласен только победителям, таким таким образом мы видим, что вот эта клятва она как бы позволяет предпринимателю держать себя в постоянном боеготовности, поскольку так называемый продвигаемый руководством России лозунг о том, что нужна стабильность, он на самом деле хорош может быть для основной массы трудящихся. Для предпринимателя это постоянная головная боль и проблема, как накормить, как говорится, дать работу рабочим, как разработать новые разработки, отбиться от конкурентов, а в России еще возникает такая проблема, как существует Российская Коммунистическая партия, которая еще является достаточно мощной и организованной силой. Кроме того, если мы будем говорить о генетических таких моментах, то генетическое коммунистическое воспитание очень сильно вошло в массы. Кроме того, огромное количество современных руководителей новых партий и правительств это бессомненно люди преданные, патриоты, но в них проголодает так называемый советский патриотизм, а так называемого нового патриотизма связанного с восприятием конкурентных ударов западного бизнеса, восприятием собственной оппозиции, восприятием даже чужеродной той же самой американской идеологии воспринимается тяжело, и поэтому возникают ограничения, когда Россия пытается с одной стороны вроде как стать одним из мировых лидеров и успешно действовать на рынке, а существующие ограничения, как находящиеся внутри подсознания бывшего советского человека, они мешают этому действовать. И поэтому возникает более сложная задача создания именно человеческого капитала, который в соединении с физическим капиталом и создаст вот эту всю систему. и отсюда начинаются уже в этой книге мои представления в виде таких фантазий, даже не то чтобы фантазий, а проектов, поскольку очень много в Америке, например, развиты различных таких сценариев, которые развивают бизнес. Например, сценарий, когда я приехал в Америку, это был сценарий таких как бы динозавров. И эти динозавры стояли на каждом углу, в каждом музее и продавались в огромных количествах. Выпускалось много фильмов на эти темы. Эти динозавры были, я могу даже сказать, что это как бы американский Ленин, как Ленина тогда ставили в каждом углу. То и здесь то же самое возникали такие же моменты. И поэтому я когда говорю о таких проектах, то, например, для тех условий, когда я оказался тут в Америке, имеющего частично советское сознание, я предложил рассматривать такое историческое меморье, как частичное восстановление конституционной монархии. Все дело в том, что очень часто многие тут задают вопросы и как бы говорят о каких-то русских, как я уже повторялся. Но на самом деле настоящие русские, они здесь живут, даже живут скорее всего их потомки. Существует дворянское общество Америки, это те, которые вышли вместе с армией генерала Вранглии, как я говорил, с другой стороны они вышли через Китай, через Мурманск, и они все живут здесь встроены в систему. Многие из них даже имея русские фамилии, они не говорят по-русски. И при этом даже многие с опаской относятся. Кроме того, здесь, когда возникает такая акция патриотическая, когда на Манхэттене начинают раздавать вот эти георгиевские ленточки, которые называют почему-то украинцы колорадскими жуками, на самом деле это некая такая святотатственная акция, поскольку общеизвестно, что георгиевская ленточка ленточка это атрибут Белой Гвардии и она залита кровью тех же самых белогвардейцев, которые сражались за нее. Это уже потом Сталин, когда началась Великая Отечественная война и видя, как пруд взял и приватизировал частично царскую царские реликвии. Это он восстановил и обелил фельдмаршала Суворова, адмирала Нахивова и других этих царских деятелей. Было выпущено много тогда фильмов, и в том числе привязали эту георгиевскую ленточку. И, конечно, я представляю, например, идет по Манхэттену какой-нибудь потомок белогвардейцев, который работает там, например, в ЦРУ или в секретной службе американского президента и видит, как эту ленточку раздает из прокоммунистического российского посольства люди. А у него эта ленточка лежит дома, и бабушка рассказывала, как они выходили из Крыма, а дед, к сожалению, или прадед был расстрелян чекистами. Так что тут тоже возникают такие парадоксальные моменты, которые проглядываются именно, когда ты начинаешь жить в Америке. И, кроме того, я когда говорю о частичном восстановлении конституционной монархии, я говорю именно о конкуренции, о развитии сферы бизнеса, поскольку этот момент позволит увеличить и усилить его, когда мы смотрим, как в Англии развит бизнес на королевском дворе, и какие отсюда получаются доходы, то возникает интерес к тому, что это будет конкурирующая система. Кроме того, мы говорим об укреплении власти, поскольку до сих пор еще, несмотря на то, что коммунисты бывшие коммунисты управляющие страной отошли от коммунистической идеологии, ходят даже в церковь, молятся, все равно статус единства и завершения гражданской войны не закончился, потому что что получилось, когда Сталин пришел к власти, объявили прощение, амнистию, часть поверивших этого въехало, и тут все знают историю о том, что случилось с теми, кто въехал, их посадили в лагеря, некоторых расстреляли, и это не говорит о том, что закончилась гражданская война. Поэтому можно считать, что частичное восстановление власти именно в зоне Санкт-Петербурга и позволит практически декларировать о завершении гражданской войны, которая началась в 1918 году. Кроме того, мы должны сказать, что это по учебнику истории КПСС мы знаем, что гражданская война окончилась, когда победила Коммунистическая партия. И остальные все оказались разбросаны по всему свету. Следующий момент, он касается того, что мы говорим о Российском Императорском Доме с точки зрения бизнеса. Это такие же ритуалы коронации, выезды императора, полковые смотры. Такая акция позволит повысить авторитет службы вооруженных силах России, создаст привлекательность и престижность профессии военного защитника Родины. То же самое можно сказать, что как-то странно коммунисты подошли к решению задачи, что Суворова и Нахимова они как бы обелили. И существуют Нахимовские и Суворовские училища. А остальных они как-то не восприняли, поэтому со многими из них боролись. И как мы знаем, мы смотрели увлекательные фильмы про чекистов. Показано было, как они боролись с этими белыми мигрантами, как их там заманивали, как там преследовали, убивали всячески. И таким образом получается, что новая Россия непонятно живет в какой системе координат. То ли это бывший Советский Союз, то ли это она хочет стать той же самой Россией, которая существовала до коммунистического управления. Конечно, так нельзя говорить, что возвратиться туда сразу, потому что тогда до коммунистического управления это была страна с частной собственностью. При управлении коммунистами частная собственность исчезла, все было государственное, в том числе монополия на идеологическую работу. И поэтому сейчас надо отметить, что надо решаться, как быть с окончанием гражданской войны. Кроме того, мы должны сказать, что многие же когда взяли за основу Суворова и Нахимова, то мы знаем, что это были монархисты, в общем-то, и думаем, что виртуально говоря, они были бы в Белой армии. Но с другой стороны возникает большая проблема с тем, что многолетнее существование советской власти, оно привело к тому, что эта система вжилась уже. Ее тоже нельзя отбрасывать. И поэтому надо считать, что должны быть праздники как царской России, так и праздники советского периода. Потому что все эти праздники будут работать на развитии бизнеса. Это различные подарки, производство различных товаров. Например, при коммунистических праздниках это какие-то могут быть революционные подарки, вплоть до каких-нибудь прикольных. А когда будут какие-то царские праздники, они будут иметь свои. Кроме того, когда мы будем говорить о восхождении на престол императора, то мы будем говорить о том, что должна быть у него гвардия, состоящая, они будут состоящие из Улан, Гусарков, Валергардов, а название полков это Преображенский, Семеновский и прочее. Это молодые люди, которые бы служили в этих полках, могли получать дополнительное элитное образование. И таким образом формировался бы новый, почти дворянский костяк России. Ведь надо учитывать, что при коммунистической власти Россия прожила 70 лет, а до этого у нее была многовековая история. И кроме того, когда тут везде рекламируются выставки, на которые съезжаются много иностранных гостей, это в основном показана царская историю, за которую многие воспринимают ее как российский имидж. И поэтому таким образом мы можем сказать, что частично восстановление монархии это может быть в техническом плане подчинение именно непосредственно аппарату президента, министерству обороны, а в плане этическом, в плане межгосударственном это будет, конечно, управление вот именно российским императором. Но технически, конечно, это все бездовольств очень долго, может это продляться десятилетия, потому что родственников много осталось. Ведь когда говорят, а что стало с царем, так царя вместе с семьей расстреляли при этом зверски. И поэтому таким образом как бы Россия отмоется. Кроме того, и нынешнее руководство России тоже самое покажет себя в более респектабельном виде в этой акции. И поэтому надо представлять, что окончание гражданской войны позволит реализовать идею, как они считают все русского мира. Потому что сейчас на самом деле как такового русского мира нету. Потому что нету акта завершения гражданской войны. И многие бывшие соотечественники российские они не могут въехать в посткоммунистическую Россию. А вот в императорскую Россию многие бы поехали. И пока можно было первоначально официально декларировать и дать Санкт-Петербургу статус губернатора сделать генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Выстроить вот эти караулы, создать вот эти ритуалы, а уже дальше уже может там в течение 10 лет решать вопрос связанный с тем кто может из Романова сесть на престол. Так что на этом мы и заканчиваем вот это занятие связанное с тем как рассматривать сценарии развития национального бизнеса.